Дай почитать. Вышла книга Марины Москвиной «Голова профессора Шишкина». Не надо пугаться, дорогие слушатели, это не сиквел и не ремейк главы профессора Дойля Александра Беляева. Это только фокус такой. Ну и, конечно, тренировка культурной памяти. Книга состоит из небольших, но интригующих, веселых и небанальных десяти рассказов и душевной, полной юмора, тепла и добра повести «Загогулина». «Загогулина» — это прозвище Ленки Шишкиной, задорно рассказывающей о своей жизни, в которой все кувырком. Рассказы и повесть полезно прочитать и детям, и взрослым. Автору удалось написать так, что дети многое знают о взрослых, а взрослые — о детях. Повесть «Загогулина», как и рассказы, отличается мягкой иронией, пристальным вниманием к мелочам, неординарными поступками и характерами персонажей. Это очень напоминает комедию положений, потому что большинство сюжетов строится на комических ситуациях. Например, в рассказе голова профессора Шишкина, папа Лены, кандидат исторических наук, в Приморском клубе вдохновенно читает лекцию о Парижской коммуне, а после него выступает фокусник, и вдруг, по мановению его руки, на столике возникла голова недавнего лектора, при этом в чулке. Или веселая история, описанная в рассказе «Пирамида», в которой Лена, составлявшая основу акробатической пирамиды, даже после того, когда все участницы рассыпались, исполняет наказ учителя Батиныча «Умри, но стой» и упорно держит за ногу старшеклассницу Гусь. Отрогательный рассказ автограф Шаляпина о столкновении педагогических предубеждений и житейской правды. Ну, а чудесное спасение черепашонка крохи или летучих мышей растрогает любого читателя. Марина Москвина пытается избавиться от назидательности и навязчивой дидактики, черт характерных для детской литературы. Иногда это удается. Думаю, что глава профессора Шишкина должна читаться весело, без пристально оценочного взгляда из разряда критических литературовических замечаний и прогнозов. Станет ли эта книга классикой детской литературы? Давайте, дорогие слушатели, просто по-доброму посмеемся. А ведь это немало. До новых встреч.